привет короче интернет лагает очень сильно все вылетело здравствуйте всем хорошего вечера надеюсь он вас действительно хороший позитивный несмотря на ситуацию во всем мире надеюсь каждый нашел чем себя занять как настроение настроение нормальное честно говоря под надоело настроек сидеть уже крыша немножко подтекает но это гораздо лучше чем сидеть у себя дома в каменной коробке в москве настя привет же не думаешь вернуть юлю слушайте я не хочу возвращаться в тело отношения которые мы по факту как нищие может и топ так назвать привет алена рапунта ли тебе нравится алена рапунта очень хорошая девушка мы с ней очень хорошо дружим удаленка спасает действительно сейчас наверное все таки основной способ заработка это удаленная работа чем занимаясь на карантине работаю чтобы вы смотрели эфиры чтобы посмотреть телевизор работами покладая руку почему в блестках весь будь здоров весь блестках потому что сегодня у нас был мальчишник на нем была стриптизерша которая была вся в блестках привет красногорск жене спасибо поешь на карантине ну конечно поюх он творчество но никогда никуда не уйдет от меня уже не общайтесь и оси но постольку поскольку пошел бы на свидание с подписчицей но все зависит от того что это будет подписчица если она мне планирует почему бы нет если пока свободный человек блять сука больно пацаны не скучаешь по суну очень скучаю карантин у нас есть на островах сожалению здесь такие запреты неприятные сколько бы ты детей хотел в будущем ну сколько бог да столько бы хотел я люблю детей поэтому у меня нет каких-то конкретных цифр захаря шторе на общаться поддерживаешь его выбор до марина очень хорошая девчонка они общаются все новое да захаряш чмо ебаная короче но это по его словам не знаю почему себя так оскорбляют может быть считаясь сам себя в чем-то виноват вот вы не мирись с йосиком ты нормально мы с ним общаемся так же не еще концерты онлайн будет да сейчас не работает на что был перебой какой-то сейчас заработал у нас тоже не работал юлю любишь только честно но скажу так что остаточные чувства еще есть но возвращаться в эти отношения я не хочу насколько ты начал петь авторские песни ну вообще я на сцене выступать 14 лет музыка я занимаюсь 6 писать саму музыку я начал очень рано лет на 12 ну так пробовал вот прям песни песню не так давно начал соль на исполнять для этого мне все вокалисты были расстроишься если по какой-то причине придется покинуть проект ну и да и нет с одной стороны это для меня родной дом можно сказать уже так и за два года все-таки где-то место стал действительно родным а с другой стороны за периметром моя семья за периметром свободная жизнь за периметром гораздо меньше правил чем здесь и гораздо больше возможностей так сейчас мы все у нас тут происходит вот у нас каждый день невыносимая жара просто кошмар какой-то особенно днем так как не видно вот сушки у вас интернет не тормозить youtube это картинка звук ничего не зависает короче блять ты уже свет гасишь понятно так почему все дела татуировки ну слушайте татуировки вещь такая приятная но не всем подходит мне нравится боль от татуировок мне нравится сама идея все очень круто сколько авторских песен 7 7 авторских песен эфир обязательно сохраню кем хотел стать в детстве а в самом детстве я хотел стать палеонтологом и изучал динозавров и вся всякое такое вот а потом я хотел стать врачом но к сожалению не получилось потому что я пошел совершенно другим путями какой рок-концерт хотел бы сходить я бы хотел сходить аналит бискет я бы хотел сходить на группу story of the year я хотел бы сходить на группу салева как насчет отношений с яной с яной у нас взаимоотношения мы с ней хорошие друзья не более того же это классный добрый спасибо где учился и на кого у меня два высших образования экономическое и педагогическое так что я педагог и экономист хотя честно скажу образование никаким образом не пригодилась у меня почему-то вовсе боли нет когда делаю тату ну я не назову это прям такой болью это только приятное сжение так можно называть нравится боли это какая-то психологическая травма с детства честно не знаю я получаю иногда удовольствие от боли если это актуально вот то есть это если какая-то игра например но в меру опять же таки знаете я очень часто встречаю людей которые любят боль лимбийский недавно был в питере был огонь были на самом деле я очень хотел попасть на концерт но к сожалению мне не получилось когда в москву в москву не знаю потому что сейчас проблемы с перелетами закрылись границы у нас аэропорт работает раз через раз поэтому поэтому пока что будем здесь зависать ждем концерта игра супер планки спасибо за хорошие песни спасибо вам большое спасибо что их слушаете буду писать еще развиваться просто здесь на проекте иногда трудновато это делать потому что здесь приходится очень много работать очень много сниматься может быть со стороны кажется что мы здесь валяем до руках хотя на самом деле с утра до ночи до глубокой мы снимаем эфиры просто не все выходит на телевидение процентов наверное 10 выходит из всего того что мы снимаем сзади часто гитару меняешь раньше часто мне вообще много гитар было порядка восьми штук вот потом я распродал их ушел на проект вот кого рассматривает рассматривая же для отношений ну пока на данный момент пока не данный момент я хочу оставаться свободным чтобы основательно подойти к выбору или выбрать действительно порядочную хорошую девушку женя оставайся всегда на позитиве не будь грубым здесь на провокации я человек импульса у меня я чет настроение у меня вот бывает переклинишь что-то дня очень хорошее настроение а бывает наоборот творческие люди они своеобразные спасибо вам большое спасибо тебе бывает тяжело придумать песни что это делать если ничего не выходит не я придумываю песни достаточно легко особенно музыку я больше скорее наверное инструмента лист чем вокалист поэтому мне тексты даются гораздо сложнее я вообще считаю что текст на русском языке написать очень сложно ну во всяком случае хороший текст такой чтобы он был глубокий со смыслом и чтобы у него был свой стиль и вкус а на доме 2 бывает порядочный нет не видел ну ребят смотрите на доме 2 все такие же люди как мы как вы как ну по факту на доме 2 показывают все то что происходит в каждой квартире в каждом доме на каждой улице просто мы всего этого не видим мы грубо говоря не наблюдаем за жизнью всех остальных людей а вы за нами наблюдаете по факту все ситуации жизненные и ничего сверхъестественного здесь не происходит все адекватные люди просто у каждого свои заморочки в голове как можно начать переписываться с тобой ну для начала нужно написать вот но так как мне очень много сообщений непрочитанных телефоны нам выдают редко и к сожалению времени все прочитать всем ответить у меня увы нету какие девушки нравятся в первую очередь верные наверное это самый актуальный вопрос для меня верность ну конечно же хочется чтобы девушка была ухоженной понятное дело потому что ну я творческий творческий человек я эстет и конечно же чтобы не было тонкое чувство юмора потому что и когда у человека тонкое чувство юмора это говорит о его хорошем развитом интеллекте до концерт вологде я обязательно дам концерт вологде как только появится возможность не возвращай белую упаси бог ребят упаси бог вот она позволяет себе очень нехорошие вещи до сих пор поэтому я ладно не буду я комментировать это ее жизнь и пусть живет как хочется что это тебя ухоженная девушка для меня ухоженная девушка это девушка которая красиво выглядит который есть вкус к одежде вкус подачи самой себя то есть которая следит там за своей кожей которая наносит правильно макияж так чтобы это и не вульгарно выглядело и при этом подчеркивала какие-то ее моменты где юзиминку грубо говоря сейчас вы посмотрел это усилили были так красивые чувства как будто бы были ну знаете это просто мы поймали какой-то позитивный connect и на фоне чувств которые уже в принципе прошли вот ну решили просто нормально общаться так что но сейчас правда юля тоже исполняет немножко вот честно мне этот человек последнее время отталкивает очень с людьми действиями приезжай в севастополь я тебя украду слушай если я приеду в севастополь я сам себя украду потому что я уже туда приеду почему ты меня хочешь украсить севастополя почему меня нельзя украсить прямо отсюда пожалуйста заберите меня с островов я очень хочу в москву хочу на поляну да я она мне нравится как друг юля не совсем подходит под мои описания ну совершенно верно знаете любовь взяла наверное так скажу полюбил ее несмотря ни на что и вопреки всему и так вот вышло поэтому у нас такой треш был в отношении потому что она мы друг другу не подходим пытались быть вместе вот я накрутая попробую с ней построить отношения ребят я не хочу переходить черту дружбы я на потрясающий человек и я действительно безумно ее уважаю но черту дружбы я переходить не буду и она я думаю что тоже она ко мне также относится вот или обратную сторону тяжело она вульгарно бескусица полная и страшная но знаете юле просто нужен другой человек и все может быть другим человеком она раскроется по-другому со мной к сожалению вышло вот так вот ну потому что у меня есть свое воспитание у меня есть свои понятия в этой жизни и к сожалению наши с ней понятия не совпадают 21 год это мало для твоей девушки но смотрите я скажу так цифры вообще это не показатель это всего лишь цифры внутренний возраст у каждого человека он свой кто-то в 15 может мыслить как в 25 кто-то в 25 может мыслить на 15 то есть тут разницы нету какая цифра тебе видно что еще любишь думаю она внутри хочет еще быть с тобой ну она этот шанс упустила пусть тыкается мыкается может быть встретить достойного мужчину не знаю я и желаю счастья меня она уже потеряла ты все свои творческие песни вспомнил на проекте но по большей части да на самом деле у меня еще были проекты где мы с ребятами играли в группах эти песни я конечно не исполнял вот так я в основном сольно как долго на островах уже почти три месяца чем занималась твоя бывшая жена моя бывшая жена преподаватель по английскому языку я замечательная профессия преподаватель учишь чему-то людей это прекрасно послушаешь прям эфир прям прелесть совершенно другое ощущение спасибо знаете проект такая вещь там показывает всего лишь 5-10 процентов из моей жизни самая яркая самая скандальная так это скандальное шоу и поэтому многих складывается впечатление обо мне не совсем правдивая когда люди общаются со мной уже лично они меняют свое ко мне отношения это преподаватель покой специализации преподаватель по фортепиано а я она зашла похоже на то ромашка говорю перестань за меня отвечать хиха на я ну хочешь ты за меня по отвечая я не против ты хочешь идти за периметр нет пока что я считаю что свою миссию здесь на телепроекте я не выполнил я еще ему нужен а проект нужен мне не может 15 мыслить на 30 поэтому не глупи возраст имеет значение нет друзья посмотрите на рому капаклы ему всего лишь 21 год а он очень мужественный очень мудро рассуждает такое ощущение что ему уже лет 35 наверное 40 что он повидал очень много всего в жизни хотя парень очень молодой поэтому поверьте мне цифры никак не влияет на поведение человека все опыт внутренний возраст и все знаете я приверженец того что у человеческая душа имеет свой возраст и я верю в редко в реинкарнацию и в то что например вот есть люди там грамотные там 22 23 года да и таких людей называю них старая душа такое ощущение что в приду в прошлых жизнях они приобрели колоссальный опыт и вступили в эту жизнь уже с этим опытом поэтому они так хорошо в жизни разбираются тяжело без секса очень-очень тяжело гормоны играют поэтому иногда веду себя бывает агрессивно но я стараюсь это все кидать в спорт какой бренд одежды да без разницы на и кандидас главное чтобы было стильно расти бороду она тебе очень идет спасибо кто-то говорит что идет кто-то говорит что нет поэтому сейчас во всяком случае выгляжу гораздо моложе борода меня старит эти сверху делать если ты остыл к жизни если ты остыл к жизни то нужно пробовать себя в чем-то найти какое-то такое занятие которое бы тебе воодушевляло кто-то правда на наркотики подсаживается и доходит в этом спасение но я считаю что нужно искать смысл жизни в том чтобы оставить свой след и тогда если ты этим плотно плотненько так займешься то ты будешь понимать что ты живешь не напрасно привет воронеж выглядишь сейчас хорошо спасибо спасибо большое вот и вы меня пожалуйста простите я не успеваю отвечать на все ваши вопросы потому что очень много их тут сыпется вот и пока я отвечаю на один еще там 20 наваливается вот здесь слушаешь такой мудрый я на мы с тобой когда лично общаемся я тоже мудрый за что в кадре я исполняю там что-то но потому что я такой вот человек на проекте приходится иногда быть излишне веселым в жизни приходится быть чуть посерьезнее просто если я буду таким же серьезным как жизни к сожалению я бы не буду интересен как участник телепроекта поэтому легкий эпатаж все равно он нужен как ни крути вы сбила вместе нет к счастью нет вот знаете часто говорят что скучаешь по группе да на самом деле я очень скучаю по группе и по сцене так вот часто говорят что там участники проектные друг друга все этот проект не называют а по факту мы же здесь все проект нет потому что мы находимся на телепроекте и такое вранье когда говорят о том что приходят участники и говорят о том что мы пришли сюда за любовью мы пришли построить отношения да все это брехня собачья каждый сюда приходит чтобы побывать в телеке каждый сюда приходит за хайпом у каждого из своей цели но явно не отношение не любовь потому что за периметром отношения гораздо проще построить за периметром гораздо проще встретить человек потому что там выбор огроменный ты вышел на улицу там тысячи человек ходят влюбился в кого-то раз и все а здесь по понедельникам Приходы, и не пойми, кто придет, и очень большая малая вероятность того, что тебя кто-то зацепит. Сколько ты на проекте? Два года. Я ночушка стрёмная. Так, ребят, давайте не будем оскорблять, иначе я буду вас всех блокировать. Кто здесь будет описать гадости, я буду сразу же отправлять в бан. Не нужно оскорблять моих друзей, не меня и никого еще либо. И друг друга тоже не надо оскорблять. Калмыкия, привет. Так, у вас хорошая изоляция? Ну, если вы про проводку, то да, проводка у нас хорошо изолирована. Вот, смотрите, четко. Видите, меня током не бьет. Если вы про самоизоляцию, то да, она у нас тоже очень хорошая, потому что мы здесь застряли на острове, и не можем никак отсюда выбраться. Что у Насти с ногой? Ну, у Насти у нас баба-яга костяная нога. Она уже хрен знает сколько времени находится в позиции больного человека. Бедная Настя. Мне очень жаль, что она оказалась в такой ситуации. Может, лучше уйти и найти любовь вне периметра? Ну, я считаю, что я еще на проекте не выполнил свою миссию. Я хочу, во-первых, показать свое творчество всей стране. Я хочу здесь развиваться, мне здесь нравится. И здесь, на самом деле, неплохая школа жизни. И для меня это большая польза. Погода нормальная, не душная. Я уже привык к духоте здесь на Саши. В первые времена, когда я здесь был, конечно, было не так душно. Когда песня выйдет в аудиоформате, пока еще даже не записал. Тебя держат деньги? Нет, деньги меня не держат. Кто-то у нас тут. Какой ты милый в эфире, я в шоке. В смысле? А здесь я что, типа урод какой-то или типа рыжий какой-то? Нет, неправильно воспринимаешь мои слова? Они страшные. Они все по-доброму, по-доброму. Вот, все, вот. А у вас опоздание? Да, естественно. Женя, для творчества есть проект «Голосы». Идти туда, а я, мне кажется, совершенно не умею петь. Какой мне голос? Вы что, у меня нет? Ой, на комплименты спрашиваете. Женя, ты прекрасно поешь, ой, зала. Да, мне причесочку сейчас попортишь. Не навязывайся. Не навязывайся, навязывайся, да, навязывайся, все. Ты мой друг. Хотя, он там отвечал за меня, ты не понял? Я вот не скажу, что я хочу. Мамашок. Так, ладно, пошутили и хватит. Привет, Казахстан. Хотел бы ты изменить что-то в себе? Я хотел бы ничего не менять в себе. Я устраиваю себя таким, какой я есть. Почему не рассказываешь про своего ребенка? Ну, у меня с моей бывшей супругой договоренности, чтобы я особо в эфире не распространял информацию про своего сына, так как она не хочет публичности. Привет, Уфа. Привет, Беларусь. Скажи, привет, Мариуполь. Мариуполь, привет. Хотел бы что-то изменить в своей внешности? Ну, на самом деле нет. В принципе, меня все устраивает. Единственное, из-за того, что у меня здесь было много стресса, у меня немножко краешки бровей здесь опустились, я бы их немножко приподнял. У меня это очень сильно старит. Ну, это из-за депрессников. Там мешки у меня были под глазами, когда я был с Юлей в отношениях. Сейчас они, слава Богу, попрошли. Не такие жесткие, как были раньше. Казань, привет. Помирись с Яной Белой. О, Господи, какое ужасное сочетание. Женя, скажи, Самира, привет. Самира, привет. Привет, Евгений. Хочется в Москву? Да, безумно хочу в Москву. Просто капец. Я не знаю уже, какие бога молиться, чтобы меня отсюда забрал. Не знаю, там, ковер-самолет, хоть что-нибудь, чтобы... Я готов на голубях улететь. Любым способом, лишь бы оказаться в Москве. Вот. Зачем такой друг, Захаряш? Он же топит тебя. Нет. Серега очень хороший друг. И он очень сильно мне помогает и поддерживает. И я очень рад, что он у меня есть. Вот. Скажи привет, Тюмень. Тюмень, привет. Я тебе завидую. Слушайте, давайте поменяемся. Ты хочешь на море, а я хочу в Москву. Давай поменяемся с радостью. Привет, Дагестан. Просто Белая на тебя дурно влияла. Ну, может быть... Что я хорошо влияю. Да, вот Янка говорит, что она хорошо. Он не лкается. Со мной точно матом. Кохер все время приводачивается. Привет, Женя. Жена, 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 жена. А Кадони по-прежнему твой продюсер или уже кто-то другой? Нет, Кадони больше не продюсер. Серега Захаряж пытается быть моим продюсером. Но посмотрим, что из этого получится. Оно мне помогает в плане творчества. Кадони может вернуться к тебе, чтобы снова тебя... Не могу, сохну по тебе. Не сохни, намочись. Это тоже там академия. У вас любовь, ну так, а любовь у меня неровно дышит. У тебя любовь? Конечно, я люблю тебя, Ромашка. Ты что, без ума? Ты что такое говоришь? Ты нервничаешь или переживаешь? Людей в заблуждение водишь. В заблуждение? Янка, как отходит вокруг тебя. Что ж такое-то, а? Конечно. Твои цели на поляне. Мои цели на проекте, наверное, правильнее спросить. Мои цели на проекте показать всей стране. Что я не козел. Ты козел был? У тебя вроде нет врагов. Ну, фиг знает. Короче. Намочи ты меня. Он же намочен. Нет, девушка просит, чтобы я ее намочил. Ага, выкусит пока. Ты что, ревнуешь? Конечно. Яна, ну не ревнуй. Как так? Да ну нет, я спала, от виртуалки не ревнуй. У вас было свидание с Юлей? Да, было такое примирительное, чтобы нормально общаться. Где найти мои песни? В iTunes, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, где угодно, короче, можно найти. Видите Евгения Ромашова и там будут мои песни. Правда, далеко не все. А сколько вы ложитесь спать? Я где-то в пять примерно. Я вообще сова, я не люблю спать по ночам. Вот. Ребята, я организую в будущем концерт. Ты песни пел? Значит, мне не поешь. Я тебе пел вообще-то. Вот это мяу-мяу-мяу. Да, прекрасная песня. Я тебя просила, чтобы ты мяу-мяу пел. Я тебя просила, чтобы ты мяу-мяу пел. Металик очень люблю. Хочешь Юльку вернуть? Нет, не хочу. Она только явно увлажняет. Да, увлажняет. Точно-то. Прямо увлажняю. Не обращай внимания. Безумно увлажняю. Когда ты прилетел на остров, у вас все же хорошо было со временем. Так же было. Не представляю тебя ни с кем, кроме как с белой. Фу, вы хотите, чтобы меня вырвало, что ли? Ребят, ну хватит уже про нее писать. Правда, у меня новая жизнь. У меня Янка есть. Мы очень хорошо дружим. И я очень рад, что она у меня есть, в принципе. Конечно. Видите, он без ума от меня. В смысле, в плане дружбы, конечно же. Ну, конечно. Поэтому ты за мной целуешься без ума. Это было в прошлом. Все, Ян. Ты мой маленький. Котик. Так, все, хорош. Так, поцелуй Яночку. Нет. Так, передай привет Борисову. Ну, я могу его поцеловать легко. Борисову, привет, Беларусь. В Вилокене Мережде Горя Мережде Горя Мережде. Ты не понял, что написано. Смотри, какая я классная пошла. Янка классная. Так, Яна не мешает, как написано. Но ты не мешаешь, так что нормально. Юля гулящая. Что ему с ней быть? Опять совершил ошибку. Да, вы совершенно правы. Чертовски правы. Да, кстати, всем привет. Вот. Самоизоляция сближает. Да, есть такое. Очень даже, кстати. Так, тихо. Так, Женя рядом с Яной намного, немного нервничает. Я не... Есть такое. Она не... Яна не вешается, она просто шутит. Она вот такая вот, у меня чувство юмора вот такое специфическое. Я повесилась-то на тебя еще? Ты повесилась. Вешил худай, а? Да, я, че, я, я. Яна очень хорошая. Целуй Яной, вот это легко. Что ж такое, это Господи. Все, видали? Помогите. Помогите. Нет, так нельзя. Так вот, так не читаю, так все. Там много людей, вы знаете, я на людях стесняюсь целоваться. Да, конечно, давайте я повторяюсь. Я, вы знаете, да нет, Захаряш мне ни в чем не мешает. А, я, кстати, солидарна. Вот вы знаете, что я заметила? Как только я прихожу к Жене, он сразу, так, давай быстрее. Так, массаж Жени заканчивай, все. Дари ему быстрее подарок, не договаривай. Все, давай быстрее, быстрее. Такое ощущение, как будто я к нему прихожу. Я, кстати, этим вопросом тоже уже задумываю. Поэтому я... Яночка, я приду к тебе. Во, смотри, приходи, пожалуйста, к Яне. Очень хорошая девчонка. Вот, нет, она шутит, у нее шутки потрясающие. Отличное чувство юмора. Знаете, когда человек чувство юмора хорошее, ты говори о его хорошем интеллекте. Так что приходите. У него такие красивые глаза. Умная девушка шутит, просто жесть как. От него всегда такой вкусно тварь. Жень, Саша Черно родит? Конечно, родит. И даже она денется. Янчик, ты клевая, не слушай Женьку. Целуй. Я уже его поцеловала. Да, все, у вас на проекте есть постановочные моменты? Или все реально? Здесь все по сценарию, я вас уверяю. Нет, есть, знаете. Короче, я к нему обычно прихожу, а он еще обижается, думает, что я к нему зачем-то не просто так пришла. И говорит, кричи мне, что ты не просто так пришла. Либо просто так. Какой у тебя цвет глаз голубой? Голубой. Жень, ну вообще у меня хамелеоны. Меняются от освещения. Почему рапунтцы мне показывают? Потому что вы на нее не смотрите. Так. Яна, добивайся Жень. Не надо. Это шутят. У вас тоже хорошее чувство юмора. Никогда не представляли себя. Нет. Яна, конечно, не принесла, что там можно сделать. Вы классная пара. Женя, обрати на нее внимание. Нет. Друзья, мы только друзья. Я и все. Да, да. Друзья ж целуются. Да, да. Тихо, все, молчи. Янка сама к тебе приду. Что, Янка? Пожалуйста, кто-нибудь придите уже к ней, а? А то она тут одиночество уже одичала. Я, конечно, поддерживаю ее, как могу, но... Нет, ты плохо меня поддерживаешь. Там, знаешь, говорят по-дружески, там это, помогают друг другу. Иди ко мне соло-гитаристом. Ну, слушайте, я буду, я работаю с Орля. Вот. А-а-а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Снова вредная. Женит тебе приду. Женит, какой у тебя рост? 188. 178, да. Яночка знает мой рост. Обалдеть. Я все помню, что ты говоришь. Ты такая запоминающая. Ну, конечно, я все запоминаю. Армашов, ты ждешь меня, а я тебя не знаю, чтобы тебя ждать. Когда ты ехал на проект, сильно волновался или нет? Когда я ехал на проект, я вообще не волновался. Походу, он нервничал так же, как и сейчас нервничает. Возьми меня в бэк-вокал. Кто знает, в будущем, может быть, я когда буду собирать состав, может быть, и возьму, если ты хорошо пьешь. Я тоже вас всех люблю. Смотри, сколько мне пишет комплиментов. Спасибо за комплименты. А, кстати, вы заметили, что Ромашов, когда встали эфиры вместе со мной, он стал более добрее, ласковым и нежным. Не то, что был хамом. Ты раскрылся с другой стороны. Я всегда хороший, Яна, что ты тут придумываешь? Нет, ты был плохим. Сколько месяцев ты уже на острове? Третий месяц уже ужас какой-то. Я скоро застрелюсь, пожал. А три месяца? Три месяца, представляете? Короче, жесть полная. Я уже думал, может быть, в петлю залезть, потому что невозможно. На самом деле, запах на пространстве находиться с этими людьми странными. У меня 179, он ниже меня на 11 метров. Тихо. Очень статная, красивая девушка. Понятно. Смотри, сколько мне комплиментов. У меня есть музыкальное образование. Поздравляю тебя с этим. Сейчас по телеку ты песенку поешь. Возможно. Какую музыку слушаешь? Я слушаю любую музыку, если она стильная и со вкусом. Мне не важно, на самом деле, направление. Мне не важно. Мне важно, чтобы музыка была качественной. Так, вы простите, я вопросы пропускаю по той простой причине, что я не успеваю на них отвечать. Ты любишь Юлю? Нет. Юля очень гадко себя ведет в последнее время, и я просто очень-очень разочарован. Так, Женя, сочиня побольше песен. Постараюсь. То есть, если мне никто не будет доводить, то я буду развиваться в творчестве. Ты наоборот направляешь. Хочешь Яну? Нет. Бля, я вот хочу. Это за ерунда. Тихо. Женя сейчас у вас с Юлей показывают по телеку. Какой ужас. Переключайте скорее канал. Смотрите, там с Юлей здесь с Яной. Упс. Да, здесь гораздо интереснее, поэтому не смотрите телевизор, смотрите здесь. Почему руки трутить? Да потому что я уже устал в этой позе сидеть. Ты сидишь или стоишь? Полу сижу, полу стою. Руки на весу, видишь, держу. Уже устали немножко. Так, а Женя, стоит с Яной мучить, это не твое пальто. Блин, слава богу, я в твою. Начнем с того, что Яна вообще не пальто, а на человек. Да. Вот. Вы лучшие, спасибо. Жень, ты можешь обратить внимание на простую девушку? Нет, только не на простую девушку, чтобы там третья рука была или все. Вот только на такое обращение. А две головы, нормально? Можно две головы, чтобы было. Главное, чтобы не голова, а головка. Я не знаю. Ребята, вы верите в хиромантию? Нет. Почему? Ну, я верю немножко в другое. Все ждут поцелуя. Ну, что ж. Я в конце его поцелую. Так, я быстро выключу эфир, так что вы этого не увидите. А ты не успеешь, ничего, я его бегу. Ты ждешь девочку на проект? Ну, я не тороплюсь сейчас строить отношения, но если кто-то достойный придет, я буду общаться. Белые секса не было, блядь, да. Белые Яны старухи уже. Ты попал. Женя, посмотрите, Яня, она клевая. И так, и дальше, что так. Сука. Привет. Здесь только на примере, но говорят, а ты и так дальше. Правильно. Женя у меня все любят. Женя от Степи собираешься на Светове Грязь, ничего не понял, короче. Жена Степа собирается к тебе на проект? А, Женя там написано, ну ладно. Не знаю, не все равно. Яна поцелуй, ой, да, целуй, бери. Да хватит провоцировать всякий бред. Не брешем уже, я же тебя подружки могу целовать. Тише, так, все спокойно, так, ну ладно, да. Все, не успела, простите. Сап, отвечай, старый рокер. Слушай, а на самом деле я... Он не старый, он молодой. Не успеваю всем отвечать, у меня очень много диалогов, очень много дел, очень много переписок, поэтому общаться со всеми, к сожалению, не успеваю. Телефон еще редко выдают, вот. Красивые глаза, можно к тебе? У меня такие же глаза. Простите, нельзя уже. Зачем нам две пары одинаковых глаз? Его глаза заняты. Белый вид потрепанной бабки. Помирились с Остетц, но пока она не попросит. У меня извинения нету, до конца нету. А так общаемся. Почему она тебе не нравится? Ты что, ты сказала, что я тебе не нравлю? Ты опух? Я? Хорошая. Нет, я не опухаю, я в нормальной форме нахожусь. Ой, я догоню тебя нет. Питер, привет. Успокойся. А почему телефоны набирают? Ну, потому что они гопники. Потому что он будет весь день сидеть в телефоне. Тоже не отвечает. Да я отвечаю по максимуму. Ой, я, кстати, знаете, что придумала? Я завтра, кстати, выложу, у меня есть крутое фото с Ромашовым, я люблю с друзьями выкладывать. Вот, я выложу и задам вам вопрос. Да, я тоже тебя обожаю, Ромашов. Я долго думала и тут решилась. Блин, короче, слушайте, что-то я даже не знаю, что уже даже и сказать. Так, ладно, так, вы вешаетесь, там на СССР мы в город не можем выехать. Свините, то, что имеете. Ребят, ну я вас умоляю, здесь замкнутое пространство, мы живем как телепузики, встаем по звонку, ложимся по звонку, ходим здесь, какие-то правила постоянно выполняют, телефоны забирать, нет никакой свободы, мы зависим от редакторского состава, можно и так сказать. Поэтому поверьте мне, даже на свободе в квартире сидеть гораздо лучше. Тем более, что ты сейчас можешь спокойно выйти на улицу, единственное, что рискуешь что-нибудь подцепить. Вот. Такой любимый поэт. Я люблю Есенина, потому что он, с одной стороны, был поэтом, с другой стороны, был хулиганом. Поэтому мне его образ очень даже нравится. Без тебя не могу. Без тебя я злая, понятно, все, Ромашо. Без тебя я злая всегда. Ну ничего страшного. Мутишься с женой Степой или нет? Нет, я ни с кем не мучаю. Нет, у нас не было секса. Ты чего ты говоришь такое? Там ответили. Я сказала, у нас не было секса. А, ну да, этого не было, да, согласен. А, неправильно ответила. Подожди, подожди, зря ты песню спел Юлия, еще так сказала, что это, нет, слушайте, я, честно говоря, уже жалею. Я жалею, я жалею о том, что… Шеллыч, ты мне мяу-мяу поешь, а кому ты со словами так… Зато от души. Кто дороже? Я обожаю, давай конкурировать за Женьку. Я думаю, что конкурировать не нужно. Я единственная. Свободен сейчас и… Кто положительный на него действует. Так, сейчас идет ваше свидание с белой патентой Мила. Фу, не смотрите, переключите канал, а то получите психологическую травму. Так. Зато в воскресенье будет жаркий. Любимое время года, лето. У нас в Германии все открывается. Ну да, я вам очень сильно завидую. Привет, привет, Макс. Как Сэйшик поживает? Сэйшик поживает просто прекрасно. У вас в отношениях секса на первом месте? Я не считаю, что в отношениях нужно расставлять какие-то места вообще. Это полный бред. Секс – это неотъемлемая часть. Отношения – это клей любых отношений. Если секса не будет, не будет и отношений. Это 200 тысяч миллионов, миллиардов процентов. Так. Сколько у вас оклок? Не знаю. У меня часов нету. сворачивать прямой эфир я не хочу. Ухожу. Вот. Вот, что-то не столько нарвимся. Час 43. Час 43. Яна, это Женя, должен тебя добиваться. Так, это, дальше так. Да, должен. В Москве разойдетесь, как море корабли с Яной. Нет, ну, с Яной я думаю, что долго будем дружить. Он сказал, что я поправилась, короче. Я похудею, он будет меня любить. Вот ведь я каждый день занимаюсь. Смотреть противно, тухлые, тупые курицы. Так, ну, вам, зрителям, виднее. Так, у Юли Белой есть парень? У нее тысячи парней, так что все нормально. Одна не останется. Я лучше на острове или на? Лучше на. Так. Яна, не уходи. Я не ухожу. Я с вами. Почему тебя называют насильником? Потому что я люблю насиловать. Это логично. Да хоть бы раз подоминировал. Ой, а там что-то это? В смысле? Гроза часто на острове? Не часто, к сожалению. Нет, не худа. Не уделяю Белой никакого внимания. Даже глазом не смотри. Так противно, что она стоит из себя перед тобой. Ты нормальный парень. Не унижайся перед ней. Вы чертовски правы. Я уже тут успел поднамотаться немножко на эту историю. Больше не буду. Не хочу. Фу, коснотворная ситуация. Яна, не худею. Такая фигура бомбическая. Конечно. Нет. В такой весовой категории удобно здоровых мужиков вырубать. Ты их уже трогал в воскресенье. Тихо. Так. Твое любимое женское имя Ева. У меня, кстати, не висит. Понял, бля. Это ты просто любил все у меня на лобном? Нет, я просто угорал. Из этого у него, кстати, фото. Теперь у меня висит. На этом, да, висит? Угу. Не стоит. Как я вас люблю с Юлей. Фу, не надо. Ребят, пожалуйста, не пишите мне про Юлю. Этот человек максимально мерзкая себя показывает. Нет, я что-то поправилась, друзья. Но ради ромашки постараюсь обратно. Питер, привет. О, да, привет, привет. Респект с Питера. Тахареза Бео, Васильенко уже потеряны. Будут новые релизы? Да, конечно, будут. Куда же я делюсь? Как минимум на куне. Ой, я вслух. Ты что такое говоришь вообще? Яна. Я как слов сказала? Яна, не неси чушь. Ну, ты что думаешь? Мои друзья, все нормально. Да, конечно. Если встречать, хотели, чтобы вы расстались. Места сбылась. Вот, спасибо вам большое. Женя, как там творчество идет или пиздец? Ну, Макс, слушай, сейчас на проекте вообще достаточно сложно заниматься творчеством, потому что много съемок и иногда очень сильно портят настроение. Да, мы круты. Ну вот. Юля красивая, добрая девушка. Ну и как найти меня в ВК? Евгений Ромашов. Все просто. Ведите город Санкт-Петербург. Из Рязани, привет. Привет, Рязань. Не будь ни с Юлей, ни с Яной. Ты любишь белую? Нет. Остаточные чувства есть, которые я хочу забыть, как страшный сон. Яна спалила. Почему оставляешь синяки девушкам? Ну, потому что некоторые девушки любят пожестче. Ничего себе. Мне страшно в океане плавать, акулы и все дела. Ну, слушайте, я плаваю с Яной Захаровой, ее даже акулы боятся, так что, в принципе, мне не страшно плавать. Ну, ты же не боишься. Женя, вы же с Юлей вроде помирились. Нет, ну мы так, просто более-менее нормально общаемся, хотя она себя мерзко ведет. Жду твой новый альбом, ждите, с радостью его выпущу, который катается в возможности. Ну, ты, кстати, уже больше и чаще играешь на гитаре. Да, как укладывают ваши эфиры, осталась сегодня разница. Это так, да, у нас сегодня разница в эфирах. Вы классная пара с Яной, спасибо. Да мы не пара. Ну, что вы такое пишете? Нашла, у тебя в ВК добавилось, друзья, но ты не заметил. У меня там очень много подписок, и, к сожалению, я в ВК вообще практически не захожу. Я вам больше скажу, он даже меня не заметил в ВК. Ну, возможно, да, я не захожу в подписчики. Жень, Ян, есть ли вы на Фейсбуке? Есть, конечно, есть, но я не пользуюсь Фейсбуком. Я тоже, кстати, Фейсбуком не пользуюсь. У тебя Яна охранник Терминатор, это вы, верно, подметит. Сука. Вы часто пьете алкоголь. Я эту неделю забился с Серегой после последней... Я, короче, на днях словил белку недавно. Слышь, ты и я была твоя белка. Смотрите ночной эфир, вас пить. И, короче, я это, знаете, что, мы с Серегой забились на 10 тысяч, что я неделю вообще пить не буду. Очень маленько. А там дальше посмотрим. Но мне нравится не пить, мне нравится адекватное, трезвое состояние. Хотя я могу себя контролировать и не совершать всякую чебурду. То есть ты... Чебурда это я под названием? Нет, это я там делал всякую фигню, короче. Вот. Привет. Спасибо. Так, добавь меня в друзья в инсте. Да, вы можете на меня подписаться просто и все. Из этого достаточно. Себе Яна подходит. Понятно. Так, а где песня на те, что белое пел на свидание? Ее в этой песне в записи нет. Привет, Женечек. Песня супер, где ты прикормлена овца, потеряна лица. Я понял. Хорошая песня. Мне она тоже очень нравится. Что это за песня? Есть одна песня такая вот, да. Слушайте, давайте вот про Юрию не будем говорить, потому что... Что там, Серега? Что там? Серега на твою Яну написал в сторис. Точно. Ну да, было дело. Написал, она дрочил, пока. Нет, написал. Яна просто любит золотой дождь. И Серега исполнила ее мечту сокровенную. Да? Да, вот. А я не знала, что люблю золотой дождь. Да, золотой дождь. Ты говоришь, что я песня на тебя не люблю. Нет, мы... Ты сейчас вот водишь за... Яна любит тебя, конечно. Всем сердцем и душой. Я обожаю. Просто без ума. Как пара, вы убьете друг друга. Все правильно. Поэтому мы не в паре, мы друзья. Да, мы друзья. Друзья, товарищи, товарищи, друзья, мы... Я не убиваю его, успокойтесь. Только, друзья, ничего больше. Женя, ты... Это он не пиздит. Можешь больше секса показывать? Ну, слушайте, больше секса я буду показывать своей женщине где-то там тет-а-тет. Не игнорируй Яну. Понятно там написано? Почему ты не хочешь быть с Яной? Ну, потому что она хороший друг. Я не хочу портить эту дружбу, отношения. Вы знаете, отношения такая шляпа вонючая, что... Лучше бы в них вообще не вступать. Можно дружбу. Это была по воскресеньям. Ага. Там, все тихо. Где курица Валя? Курица Валя давно умерла. Пусть земля и будет пухом. Да, но я хоть ездить не хотела. А тут потешила. Тихо, Яна. Так. Любимая часть у девушек. Я люблю попу и ноги. В частности, ступни мне очень нравятся. Куриные ступни, я помню. Они были недавно. Привет. Чувак, привет. Сожжет все музыкальное. Я тебе кричу. Пора в музыку, дядька. Макс, братан, не переживай. Музыкальное во мне не убьет ничто. Нет, хватит с него пцов. Зачем ты ее цыруешь, Яна? Яна? Ну, просто так произошло. Четыре раза? Тихо. Каких четыре раза? Что ты мне тут рассказываешь? Наловно, вот здесь ты меня хотела засать, там. Накидать мне всего, что угодно. Нет, я тебе про все посчитала. Он был бы не прочь оттрахать Яну, ребят. Нет, ребят, трахать никто никого не собирается. Ребят, доброй ночи. Так, там где-то курица пудахтует, кажется. Ты нервничаешь? А? Ты нервничаешь? Не, я просто сегодня уже ел курицу. Уже скоро на нее аллергия будет. Что это за айс этот? Где? Какой-то такой. У меня тут такие. Да? Масок. Ножки с грибком, да. Особенно люблю ноги с грибами. Вообще идеально просто. У тебя чувства к Яне? Нет. У меня есть только дружеские чувства к Яне. Не более того. Ян, давай без шуточек, ладно? Когда в Питер? В Питер? Когда в Питер? Когда в Питер? Хрен его знает, когда в Питер. До Москвы бы добраться сначала. Я не пьяная, лучше встречается, ух ты. Тебя надо беречь, говоря. Я берегу его всем сердцем и душой. Многие отношения заразываются с дружбы. Но не в этом случае. Я толстая для него. Еще раз говорите, худей. Так, давайте какие-то нормальные вопросы, пожалуйста. Чем тебе не нравится? Смотри, они меня любят все. Я понимаю, что ты хороший человек и понимаешь, что тебя любят. Но давайте, пожалуйста, адекватные вопросы. Смотри, а чем тебе это неадекватные вопросы? Хочешь в Москву? Очень хочу в Москву. Готов миллион раз ответить на этот вопрос. Так как я хочу в Москву, мне кажется, никто не хочет. Самый приятный парень на проекте. Видишь, меня тоже кто-то любит. Свою песню с Яной. Тебе предлагают снять клип на острове. Короче, самому. Яна, Яна, нехорошо. Яна, кто по гороскопу? Близнецы, у меня скоро день рождения. Сандра, привет. Женя, ты признаешь, что ты извращенец? Конечно, признаю. Я даже горжусь этим. Для меня, знаете, для меня извращенец это тот, у кого секс раз в неделю. Честно? И в миссионерской позе. Ни разу не увидела, что он извращенец. Яна, я не собираюсь тебе ничего демонстрировать. Только сегодня по ДСМ эти игры показал. Женя, ты будешь заниматься рэпом? Нет, я буду заниматься сексом. Мы тебя обожаем. Спасибо, я тоже вас обожаю. Как ты видишь свою жизнь дальше? Я хочу стать мега-звездой на сцене. Так, в Питер домой неохота. В Питер очень хочу, безумно хочу на разводные мосты. Обожаю Питер. Словение. При первой же возможности. Блин, я про Питер, ты про сиськи. Ну что такое, а? А жена, кто по гороскопу? Она дева. Отвечай на все ваши. Извращенцы без. Да, согласен. Извращенцы самые лучшие. Только извращения спасут мир. Ты рада. Вот. Женя, спой. Не очень хочу, честно говоря, петь. Вообще, на самом деле, настроение себя себе, если честно. Почему? Почему ты не пьешь, куда тебя просят? Ну, потому что не хочу сейчас я петь. Не надо меня заставлять, ладно? Ой, ладно, все. Все. Так, осетинские пироги, конечно, пробовал. Пожалуйста, я на неприятном эфире смотреть. Если друзья, то друзья. Понятно? Да? Вот, красава, все, поняла. Это вы посмотрите в воскресенье. Нормально к нему отношусь. Ты дай привет, Таня Шестого. Таня Шестого, привет, тебе огромнейший. Есть кому-то симпатия на проекте? Нет. Врет. Нет. Воншебно. Будет ли песня для Яны? Да, смотрите эфиры. Скоро будет очень интересная песня. Женя, не нервничай. Не могу не нервничать. Так, Женя, ну серьезно, убери ее. Зачем мне ее убирать? Так, ребят, хватит нас сводить. Парой мы не будем. И вообще я не хочу никаких отношений. Честно, отношения это ловушка. Это как героин, понимаете? Вот любовь это героин. Сначала ты подсаживаешься, кайфуешь, а потом, сука, слезть не можешь. Ломка начинается и все такое. Вот, поэтому не употребляйте, друзья мои, героинь никогда. Женя, в какой-то позе любишь спать? Я думаю, в какой-то позе начал читать. На боку. Любимый поз за 69. Спасибо. Закончится подмиг, те повалят кастинг. Ну, повалят, не повалят. В любом случае я ищу, может быть, и уже нашел, не знаю. Ну, в любом случае у меня... Телки, бля, я заебали писать на мою машину, Женя. Ничего страшного. Кроме того, что твоя машина стала вообще сильным туалетом. Ты можешь еще сказать, где ключи лежат, чтобы дверь открыли, чтобы прямо в салон хожусь. Ты пробовал наркотики? Ну, как вы сами думаете, я в Питере жил. Ну, что, друзья мои, пойду заниматься дальше своими делами. Было приятно с вами пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Эфир я сохраню. Приходите еще. Буду рад всех вас видеть. А сейчас я желаю всем доброй ночи. Желаю всем не болеть. Берегите себя, берегите своих близких. О, кстати, классный вопрос, ответь на него. Что, блин, а? Вот, смотри, ну-ка. Есть ли выгон Юли или Яна, кого бы ты выгнал? Конечно, я бы выгнал Юлю, потому что я считаю, что проект ее не достоин. Ну, ладно. Ну что, ребят, все, давайте. Пока. Всех люблю, всех целую. Не, ну, целую не всех, люблю тоже не всех. Но был рад с вами здесь быть. А ответь мне теперь тоже на вопрос. Что, блин, надо, Ян? Ты знаешь, мне закончишь прямой эфир или нет? Какие черты тебе в характере в моем нравятся? Какие классные вопросы? Мне нравится в Яненом характере, знаете что? Это даже не в характере, это, наверное, в душе. Мне нравится ей преданность. Преданность, она хороший друг. Она очень надежный, никогда не выдаст ни чей секрет. Вот. И будет стоять до талого за своих близких людей. Вот, как-то так. А говорит, не любит. Еще как любит. Ну, по-дружески. Ну, все, друзья, давайте все-таки до свидания. Уже третий раз пытаюсь с вами попрощаться. Всем доброй ночи, приятных снов. Кому-то горячая ночь, у кого есть вторая половинка. Давайте, ребятушки, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»